У Белорусский институт инженера чекуночного транспорта, а теперь Белорусский державный университет транспорта, Вениамин Сянько приходит уже 52 годы. Спочатку як студент, потом навуковый супрацовник и декан факультета. Со студене 2001 года Вениамин Иванович Сянько, ректор установы, причем незалежно от посады, со встречи со студентами и выкладчиками, у его деловым раскладе займают неопошнее место. Треба потекавиться истинующими проблемами и при необходимости принять ответные меры. А вот вспоминами об властных студентских годах, подчас наведывания аудиторий, Вениамин Сянько делится нечасто, хоть его опыт может быть добрым прикладом для сучасной молоди. У студентов бытует мнение, сдал начертательную геометрию, можешь влюбляться, сдался промат, можешь жениться. Я пока тогда в то время не преследовал такие цели, но я преследовал одну цель – учиться так, чтобы не было стыдно перед своими учителями. И я им каждый раз, приезжая к маме в отпуск, на каникулы, докладывал, они благо жили рядом, что сдал сессию так и так, так и так. Я маме посылал с каждого экзамена телеграмму. Сдал на хорошо, сдал на отлично. До юбилея у библиотеки Белорусского державного университета транспорта подрактовали выставу творческих досягнений у ректора. Сегодня на его рахунку больше 600 навыковых празд и каля 50 авторских посвечений и патентов, выдаденных у Белоруссии, России, Украине, Казахстане. И как знаки признания, отриманное у знагорода и гоноровое звание, доктор техничных навук, профессор, заслуженный работник адукации Республики Беларусь, гоноровый чугуношник, гоноровый грамадянин города Гомеля. По часу святкования юбилея ректор Белорусского державного университета транспорта не только примал подарунки, а и рабил их іншим. Вот это учебное выдание под агольной редакцией Вениамена Сянько вышло миновито в эти дни, призначено для студентов и инженеров чугуношного транспорта. Еще одно выдание, которое увидел свет в эти дни, веки великого шляху. Это сборник с фотозымками юбиляра от детских годов до студентских часов и сучасных джон с перепынком на службу у советской армии. До речи, у отставку с войсковой службы Вениамена Сянько пошел в звание капитана, а ось на его чугуношных погонах три великие зорки, генерал-полковник. Правда, гэтую форму ректор практически николи не носить, хоть миновито чугунка сенсу всего життя. Вениамена Сянько створил у Беларуси науковую школу вагонников, а так само подрехтовал трех докторов, 12 кандидатов и 10 магистров техничных наук. Он требовательный, суровый, но внутри очень добрый человек. Его вниманием окутан каждый сотрудник. То, кто в его команде работает, любой ассистент кафедры, лаборант, все чувствуют внимание от Вениановича. Сегодня Беларусский Державный Университет транспорта мая в учебные и науково-вытворческие сувьи с 17-ю замежными державами. Выгоднение в сопрацовнице заключено с Россией, краинами Балты, Швеции, Финляндии, Китаем, США. Значным достигнением в университете нечет развитие науковой базы и створение по инициативе ректора первого и одиного в Беларуси университетского до следующего центра. Его деловыми партнерами заявляются компании, которые занимают ведущие позиции на рынке в творчестве и эксплуатации чекуночного руководителя состава. А причем открытие такого центра стало значимым кроком в построении высшей установки сучасного типа. Университет в современном виде – это научно-образовательный комплекс. Он должен быть обязательным. Хотим мы этого, не хотим. Это должно быть учебное заведение, так у нас и есть институт учебный. Это должно быть научно-исследовательское заведение, так у нас и есть научно-исследовательский институт. Это должно быть повышение квалификации, которую мы проводим для наших бывших студентов, ныне же выпускников.